Итак, вечер добрый. Я представлюсь, я преподаватель пользовательских курсов Центра специалистов Елена Гречко. И сегодня хотелось бы в рамках рекламного семинара поговорить о договорах. Ну, я так понимаю, что тема, может быть, кому-то показалась не очень интересной, либо наоборот заинтересовала, но все мы работаем по договорам и деться нам от них некуда. Вот от слова совсем. Мало того, когда мы работаем в программе, вот, как я уже сказала, семинар все-таки у нас рекламный. И, собственно, вот у нас есть два курса по программе 1С Бухгалтерия, о которых сегодня пойдет речь. Конечно же, у нас их, на самом деле, по программе 1С Бухгалтерия несколько больше. Но вот есть два курса. Это курс для начинающих, первый уровень в программе и, соответственно, продолжение курса. И здесь, если вот на первом уровне мы просто рассматриваем работу в программе с нуля и учимся в ней работать, мы учимся в ней вводить документы, то есть действительно предполагается абсолютно такая нормальная постановка вопроса, когда мы программу видим первый раз в жизни, но не последний. Здравствуйте, Александр. Ну, так вот, то, что касается нашего разговора, все-таки я немножечко так обозначу, о чем речь идет на этих курсах. Ну, вот, собственно, пока на слайдах вы видите, что у нас есть разные виды обучения, то есть и очное, и удаленное, что для многих актуально вот в свете сегодняшних событий, да, текущих. Пока еще есть и варианты смешанного обучения. Мы по окончании, естественно, даем специалистов сертификаты, плюс еще, поскольку первый уровень это курс сертифицированный, то это и сертификат 1С. Ну, и вот к нашему разговору, как я уже упомянула, есть два курса по 1С бухгалтерии. Первый курс это с нуля, как вот я уже сказала, мы учимся условной некой нашей организации, которая была зарегистрирована, учредители вносят вклад в уставный капитал, кто-то деньгами, кто-то материалами и так далее. А дальше начинается обычная жизнь, то есть мы что-то приобретаем, в том числе основные средства, да, что-то там покупаем, что-то реализуем, организация занимается оптовой торговлей. Ну, и, как я уже упоминала, в общем-то основная цель, это, конечно же, просто научиться работать в программе, научиться ее настраивать и так далее. Ну, и есть второй уровень, это уже расширенные возможности, где рассматриваются уже другие виды деятельности, то есть если на первом уровне, то это оптовая торговля, на втором уже у нас там и производственная деятельность, и комиссионная торговля, и, в общем-то, розница. То есть уже рассматриваются другие аспекты работы в программе. Но я бы сказала, что вот эти два курса объединяет один очень любопытный объект программы 1С, я имею в виду договор. Ведь работаем мы с вами по договорам. Ну, и, коллеги, мне, как всегда, проще показать, когда я рассказываю, поэтому давайте-ка я, как всегда, вооружусь 1С-кой. И, собственно, чтобы я хотела показать и рассказать по договорам, здесь хочу уточнить сразу же. Вот я категорически, например, в жизни против вот такой безликой формулировки основной договор. Коллеги, мы с вами работаем по договорам. Возможности у программы очень великие взаиморасчеты с контрагентами. Мы потом с вами тоже контролируем по договорам. Ну, и у нас есть отдельно справочник, который, собственно, так и называется договоры. Справочник договора. Так, вот что касаемо вот этого милейшего справочника. Ну, вот у меня, видите, в учебной базе тут договоров достаточно большое количество. Любой выделенный договор отсюда мы с вами можем распечатать. Кроме того, кроме того, через команду «Вывести список» можно для, собственно, удобства вывести реестр договоров. Вот, видите, великолепно тоже иногда бывает очень удобно, очень комфортно. Если есть делать это вот на всякий случай, да, еще разочек покажу. Кнопка «Еще» — команда «Вывести список». Ну, и, собственно, в первую очередь, на что хотелось бы обратить внимание, хотя вещь банальная, но, может, кто-то с этим сталкивался, кто-то нет. У нас есть такое понятие с вами, как «Вид договора». Ну, вот, видите, я, когда готовилась, собственно, к семинару, я тут несколько видов договоров включила. Отчего это будет зависеть? Вот почему я сказала, что я включила несколько видов договоров? Это напрямую зависит от функциональности системы, которая задается в разделе «Главное». Собственно, вот группа «Команд настройки» — функциональность. В первую очередь, вот, обратите внимание, в настоящий момент прямо 1С вынесла отдельно, учет по договорам. И здесь же, вот в данном моем конкретном случае, поскольку уже учет в программе какой-то введен, можно посмотреть, почему эту функциональность отключить нельзя совсем. Поскольку уже есть энное количество документов, где использовались договора. Но к виду договоров, все-таки, вот, ежели речь идет о торговле, значит, хотелось бы обратить внимание, я вот хотела сегодня показать, да, что у нас появилась возможность регистрировать в программе доставку. И, кстати, вот, очень любопытно сделано, очень симпатично. Кроме того, когда речь идет о непосредственно нашей деятельности, виды договоров зависят еще и вот от этого обстоятельства, то есть комиссионная торговля. Ну, вот у меня сейчас в качестве образца, посмотрите, есть только договор с комитентом принциповым на продажу. Собственно, по той причине, что я целенаправленно не включала, например, вот этот вариант договора продаж товаров или услуг через комитентов агентов. То есть каждая вот эта опция, она нам дает с вами дополнительный вид договора. То есть зависит в первую очередь, ну, сейчас она у меня еще долго думает, зависит в первую очередь от того, какую непосредственно мы с вами функциональность включили на этапе настройки программы. Причем благо для нас с вами, вот, видите, у меня наконец-то удумала, появилась у меня дополнительность комиссионером, агентом на продажу, вид договора. Мало того, что, в общем-то, мы, когда с вами работаем, вот, программа обновляется, вот я сказала, появился относительно новый вид договора, это договор с транспортной компанией, а мы о нем поговорим чуть позже. Естественно, вот эту функциональность мы с вами можем включать в любой момент. Ну, а выключать, как я уже показала, собственно, на примере учета по договорам, вот, функциональности, если мы сделали по принципу, знаете, какому, хотя бы один документ, где упоминается договор, то, конечно, уже вот эту функциональность отключить программа не позволит. Нет, можно, конечно, сформировать отчет, посмотреть, да, распровести все документы и так далее, и так далее, но, в общем-то, это дело хлопотное, а самое главное, в бухгалтерском учете, мне кажется, даже скорее вредное, скорее вредное, потому что, подчеркиваю, мы с вами работаем по договорам. Вот вид договора, на что он влияет в нашей жизни? Ну, в первую очередь, даже если взять банальные два вида договора, я имею в виду с покупателем и с поставщиком, вот очень часто, когда начинают только работать в программе 1С, на этот момент сотрудник просто не обращает внимания, особенно если вводится договор или через справочник договора, или через справочник договора, или, соответственно, из карточки контрагента. Благо, у нас с вами там есть такая возможность. Просто, когда договор вводится или через справочник, или из карточки контрагента, то здесь, к моему великому сожалению, как видите, нет никаких удовлечений. А результат бывает плачевный, ну и все-таки хотелось бы это на всякий случай показать. У меня здесь есть, знаете, такой небольшой рояль в кустах, я развлекалась. Вот смотрите, с одним и тем же контрагентом добавила два договора. Один у меня вид договора с покупателем, второй вид договора с поставщиком. Это вот как раз к моей преамбуле, что действительно бывает, когда сотрудник, который начинает работать в программе, не обращает внимания на вид договора. А дальше начинаются очень интересные вещи, потому что у программы есть достаточно жесткая градация. Например, если я буду регистрировать поступление, пускай будет поступление товаров, контрагент у меня останкостроительный завод. Соответственно, смотрите, я буду видеть только договор вида какого? С поставщиком. С поставщиком. Ну вот в моем случае, если я сейчас начну создавать, то будет очень четко видно, что для документа поступления, то бишь покупки, доступен только вот этот вид договора. А вид договора с покупателем, соответственно, нет. По аналогии, если я начну делать какую-то реализацию, если я начну делать какую-то реализацию тому же самому контрагенту, ну вот у меня заготовка есть именно для строительного завода, я буду видеть, я буду видеть только договора какого рода. Вот оно, смотрите, тест покупатель. То есть и если я начну создавать тоже градацию, вид договора с покупателем. Кроме того, есть еще один любопытный момент. Для некоторых документов, для некоторых документов та же идет постановка вопроса. Например, вот есть возможность в программе регистрировать приобретение денежных документов. В качестве денежных документов могут выступать билеты, могут выступать в частности, скажем, путевки какие-либо. И вот, посмотрите, опять же, если я буду создавать договор, то по умолчанию для регистрации таких хозяйственных операций возможен только один вид договора, прочее. Кстати, вот еще хотел упомянуть об этом целенаправленно, поскольку приходилось сталкиваться вот с такой ошибкой у бухгалтеров. То есть, когда регистрируется приобретение, например, тех же самых путевок, идет предоплата, к сожалению, в документе платежное поручение. Вот такого жесткого ограничения нет. То есть, если я, например, решу делать предоплату, пускай даже это тому же самому торговому дому, получатель торговый дом, то при создании договора из платежки, при создании договора из платежки, видите, у меня есть уже выбор. И вот очень часто, кстати, встречается ошибка, когда ваяют договор с поставщиком, а потом бухгалтер сидит и сокрушается на тему того, что не удается с контрагентом свести взаиморасчеты как следует, поскольку программа просто отказывается понимать. А все дело на самом деле весьма элементарно. Оказывается, бухгалтер неправильно выбрал вид договора. То есть, есть такое дело в нашей жизни. И именно по этой причине, по этой причине, конечно же, мы с вами, когда создаем договора, мы обращаем внимание на вид договора в обязательном порядке. Ну, кроме того, что бы еще хотелось показать и подчеркнуть? Все-таки, вот я начала, когда разговор, я уже упомянула, и действительно так и есть, я категорически против основных договоров. К сожалению, многие наши коллеги с ними работают великолепнейшим образом. Здесь я как бы не буду подвергать это сомнению. Это моя личная позиция, которую я жестко придерживаю в жизни. С чем это связано? Вот безликий основной договор, Мало того, что он зачастую не дает, опять же, быстро выверить взаиморасчеты с контрагентом, а у нас с вами договоров бывает много. Бывают ситуации, когда какие-то, скажем, объекты или какие-то услуги оплачиваются по договору, а какие-то оплачиваются по счетам. Например, если речь идет о взаиморасчетах с арендодателем, можно столкнуться с такой ситуацией. Нам с вами ежемесячно выставляют счета за аренду, и это, естественно, по договору, а коммунальные платежи, они уже идут в качестве оплаты по счету. Но, и опять же, возникает тогда необходимость как-то разграничить, чтобы потом нам с вами сверять взаиморасчеты с арендодателем, отдельно иметь возможность по арендным платежам, отдельно по коммуналке, а не сваливать все это в одну кучу. Ведь мы действительно работаем по договорам, и абсолютно не напрасно у программы есть очень удобная возможность, это группировка договоров. То есть здесь уже, опять же, на усмотрение конкретного сотрудника, но ведь никто нам не мешает группировать договора, например, по тем же самым годам. И уже нам потом самим с вами в жизни будет удобно ориентироваться. Но почему еще все-таки незаслуженно зачастую забывают заводить договора, и потом начинается нечто несусветное. Ну вот, например, договор с поставщиком. Если я собираюсь приобретать какие-то материалы у поставщика, вот у меня есть номенклатура и вполне вероятная ситуация, когда я один и тот же материал буду приобретать у разных поставщиков. Ну вот у меня тут в качестве примера, смотрите, в единой рукавице, и в карточке номенклатуры у меня указана ставка НДС 20%. Но ведь я могу покупать один и тот же материал, или товар здесь не принципиально, в общем-то, либо у поставщика, который находится на общей системе налогообложения, либо у поставщика, который находится на упрощенной системе налогообложения. И тогда, тогда вообще, по-моему, указание договора святое, потому что оно не просто облегчает существование, а в частности уже у нас отпадают банальные ошибки, ну поскольку человеческий фактор никто не отменял. То есть вот представьте себе гипотетическую ситуацию есть, у меня там некий условный поставщик, я, соответственно, с этим поставщиком регистрирую договор. Вот вариант первый, упс, простите, промахнулась, ну я не знаю, пускай будет 11 договор от текущей даты, я просто не обращаю внимания на все остальные параметры договора. Здесь не важно. Вот не захотела я посмотреть и все тут. Что будет следующим этапом, если я знаю, вот чисто гипотетически, у меня этот поставщик на упрощенке, и я делаю закупку тех же самых рукавиц. То есть смотрите, вот я добавляю рукавицы, получаю я, естественно, ставку НДВС 20%. Ну, понятное дело, что дальше я, конечно же, великолепным образом могу вот эту ставочку взять и исправить в документе, сказать, что без НДВС. Но я в качестве примера взяла одну позицию, а у нас с вами закупка тех же материалов, она может быть накладная на нескольких листах, и уже даже одна сама перспектива, менять ставку НДВС, она абсолютно не радует. Исходя из этих соображений, вот что важно использовать для себя в любимом договоре. Начнем с того, что если поставщик на упрощенную систему налогообложения, то однозначно имеет смысл выставить в карточке договора в настройках НДС, без НДС. Реакция программы, она будет великолепна и всегда для нас комфортна. То есть, если я сказала без НДС, то видите, мне не важно, что сама карточка номенкулатора с 20% НДС. Программа великолепным образом понимает, что именно в этой ситуации мне нет необходимости, вот уже менять ставку НДС вручную, она сделает сама. Если я все-таки, ну, хулиганство чистой воды, ну, просто чтобы сравнить, номер договора я тогда сделаю так с НДС, чтобы удобнее было ориентироваться от того же 9 числа. Но теперь уже ставку, заполнение ставки в НДС в документах оставляю по умолчанию. Значит, реакция программы опять же будет выглядеть следующим образом. Так, сейчас, секундочку, строку уберу просто. Если у меня с НДС, то, естественно, она будет ставить 20%. И здесь опять же не принципиально, но у меня тут есть, вот смотрите, некие условные констовары. Сейчас, секунду. Вот у меня есть констовары, вот у меня там есть рукавицы. Видите, какова реакция программы? То есть, если мы в договоре говорим, что все-таки на упрощенной системе налогообложения, то, конечно, жить уже будет гораздо легче, банально при заполнении документов. Это факт, от которого нам с вами никуда не деться. Кроме того, кроме того, но здесь будет, наверное, удобнее, если я вот это покажу все-таки из карточки контрагента. Кроме того, когда мы с вами работаем, опять же, вот бывает ситуация, когда надо быстро проверить документы. Это можно сделать из карточки контрагента в чистом виде, да? А можно точно так же сделать из карточки договора. То есть, нам с вами это никто делать не мешает. Здесь вариант, чем хорош, мы будем видеть только документы по отдельно взятому договору. Кроме того, поскольку для нас это действительно с вами важно, но я вот очень люблю в работе отчет анализ субконта, помню то и о том, что договор это все же субконта. И мне никто не мешает уже проверить состояние взаиморасчетов по договорам, именно банально сформировав отчет анализ субконта в том числе. Ну, что касаемо договоров, да, и вот сейчас на минуточку вернусь к слайдам, я все-таки хотела акцентировать внимание в первую очередь на тех параметрах, которые есть в договоре и которые влияют на дальнейшее заполнение документов. А это однозначно облегчает нашу с вами работу, я имею в виду работу бухгалтера, чтобы потом было меньше ошибок в документах. Ну, вот пример первый, как раз, это вот если контрагент на упрощенке, то все-таки мы ему ставим заполнение ставки без НДС. Это уже плюс огромнейший. Кроме того, кроме того, вот если речь идет о договоре с поставщиком, здесь у нас наверняка многие использовали, а кто-то и нет, есть возможность привязать тип цен к договору. То есть, опять же, это плюс огромнейший, поскольку в этом случае, если будут зарегистрированы отдельным документом установка цен номенклатуры, отпускная цена, ну, например, я сейчас просто скажу, что у меня есть плановая цена там на те же самые рукавицы, ну, грубо говоря, 400 рублей. Вот. Значит, тогда, тогда для меня будет плюс огромный еще в том, что, ежели я буду заниматься с конкретным контрагентом и с конкретным договором, то тип цен будет уже подставляться автоматически. Это тоже, я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, сейчас удумала она у меня. Нет еще. Это тоже играет свою роль. Девять. Ага, извините, я просто время хочу посмотреть. Это тоже играет свою роль именно в плане того, что нам в дальнейшем просто с вами будет комфортней работать. Если мы можем, вот сейчас уже, видите, она у меня отработала, я выбрала договор, и программа мне показывает, что тип цены плановая. То есть уже тогда мы получаем с вами возможность, какого рода программа будет автоматом подтягивать, ну, в моем случае, закупочную цену, да, поскольку речь шла о договоре с поставщиком. Но та же самая постановка вопроса будет и в случае реализации. При условии, если я, во-первых, что сделаю? Зарегистрирую, конечно же, так, я возьму вот договор, который есть. Зарегистрирую установку цен номенклатуры в программе отдельным документом. Там я могу регистрировать и закупочные цены поставщиков, то есть и прайс поставщиков, да, и свои отпускные цены. И в этом случае, в этом случае программа опять же уже будет, так, еще думает, извините. В этом случае программа опять же будет уже, что делать? Она будет автоматически подставлять отпускную цену. Ну, здесь, кстати, на всякий случай, вот оно, видите, она мне видит эту же плановую цену. Вот они, моя рукавица со всеми вытекающими последствиями. То есть здесь, опять же, это в первую очередь облегчение нашей с вами работы. Причем, я бы сказала, в некоторых случаях весьма ощутимое. Ну, все-таки, возвращаясь к разговору, я начала с закупки и хотела бы вернуться именно к договору с поставщиком. Ну, как я уже упомянула, можно привязать расчеты. Срок оплаты, срок оплаты без комментариев. Здесь у нас с вами сроки оплаты могут быть заданы в параметрах учета. В параметрах учета, вот в частности, смотрите, сроки оплаты поставщикам. И, кстати, аналогичная ситуация со сроками оплаты покупателям. Со сроками оплаты покупателям. Вот, и я могу от конкретной договора указать конкретный срок оплаты. Например, там в течение пяти дней. Это уже мое личное дело. Ну, зависит, честно говоря, непосредственно, непосредственно от конкретного договора. В документах поступления можно теперь в договорах указывать, в том числе, и какие, да, печатные формы будут. То есть, например, я могу сказать, что мне поставщик будет предъявлять УПД. УПД. Сейчас, секундочку. Вот реакция в этом плане бесценна. Да. Сейчас я перевыберу договор. И вот, видите, уже автоматически включается именно УПД. То есть, опять же, меньше головной боли. Почему? Потому что, конечно же, я могу это сделать руками. Но если у нас в условиях договора четко обговорена печатная форма, то зачем мне лишняя головная боль, если программа, программа, как видите, и тоже будет делать сама. И это тоже плюс огромнейший, плюс огромнейший. То, что мы можем, ну, вот логичнее, конечно, это проделать с договором, в котором у меня сказано, что ставка НДС определяется автоматически. Да. То есть, я могу сказать УПД. Вот. Сейчас, секунду. Все те же многострадальные рукавицы. Вот, видите, я только выбрала договор, и программа уже жестко среагировала. Но при этом вручную, если что, я могу всегда отключить. То есть, мало ли что имеет место быть в моей жизни. Ну, подписи, подписанты, здесь, я думаю, особо комментариев не требуется. Это связано, кстати, в первую очередь с тем, что мы можем из договора распечатать печатную форму. Здесь, что еще, кстати, здорово сделано. У нас есть, не знаю, заглядывали вы или нет, отдельный справочник шаблона договоров. То есть, есть три шаблона, которые введены заранее разработчикам, и не возбраняется нам с вами создать свой шаблон, определить, какие там реквизиты мы с вами вставим в этот договор, прописать какой-то текст и форматирование. Тоже ведь прекрасная вещь. И, кстати, этим вообще мало кто пользуется. Вот есть такое дело в нашей жизни. Но, соответственно, подписи, они, конечно, для нас важны в первую очередь, если мы... Так, сейчас, извините, но надо бы хотя бы кого-то мне выбрать, чтобы все же была возможность показать. Ну, так вот, как я уже сказала, подписи, если мы все-таки будем печатными формами пользоваться, которые предоставляют с программой, тоже будут выглядеть весьма и весьма симпатично. Ну, вот, только впал в состояние задумчивости. То есть, вот мой директор Малышев, как видите, опять же, ну, я поленилась, не указала подписи со стороны контрагента. Ну, у нас и так с вами не очень много времени, поэтому не хочется заниматься лишней писаниной. То есть, вот договора с поставщиком здесь однозначно, конечно, хотите тип цен указываете, хотите нет, это на ваше усмотрение. Действительно, если цена постоянно меняется, то привязывать тип цены к договору непрактично. Это гораздо проще сделать непосредственно в самом документе. Здесь у нас с вами есть возможность указать тип цен. А вот то, что касается ставки НДС, ну, это применять в нашей жизни стоит однозначно. Теперь давайте посмотрим, что полезного у нас есть в договорах с покупателями. В договорах с покупателями. Сейчас, секундочку. Здесь, вот пока я вам показывала возможности договора с поставщиком, я в некоторых случаях обговаривала, что с покупателем та же постановка вопроса. В частности, ну, вот то, что я говорила, можно привязать тип цен. Можно указать точно так же, какой будет документ реализации. Например, та же УПД, ну, и, естественно, ну, вот эта опция, она, я не знаю, мне кажется, сколько существует УДНС, по крайней мере, в семерке это то же самое было. Это регистрация счетов фактур на аванс. Здесь, в общем-то, все однотипно. Точно так же можно указать подписи. Все это вывести на печатную форму. И прекраснейшим образом, прекраснейшим образом, вот я УПДшку включила, да, и, в общем-то, сейчас она у меня уже, сейчас, секунду, я просто делаю масштаб побольше, чтобы лучше было видно в записи. Я знаю, что удаленно, обычно говорят, мелковато. Вот она у меня. Ну, вот еще хотелось бы о чем поговорить, это, конечно же, конечно же, о виде договора, который стоит на особицу. Я имею в виду, что теперь у нас с вами появилась возможность регистрировать, в том числе, доставку. Ну, вот здесь у меня все-таки есть рояль в кустах, но я хотела бы вам показать это с самого начала. То есть, вполне вероятно, если мы с вами выступаем в качестве поставщиков, да, что доставка нашего товара там или материала здесь непринципиальна. Будет осуществляться услугами сторонней компании, то есть какой-то транспортной компании. И великолепнейшим образом, теперь вот, если мы отметим функциональность, сейчас, вот, то, что я вам показывала, что мы можем с вами тут, в частности, сказать, что мы ведем учет по договорам. Но еще и посмотрите, теперь у нас есть, да, не только доставка автотранспорта, но и есть доставка транспортной компании. В этом случае я могу указать отдельно условия доставки. Ну, услугу доставки вводим, как обычно. Здесь никаких особых таких вот изысков нет. Поэтому я могу указать перевозчика, ну, здесь я возьму то, что есть. Обратите внимание, что появилась, да, возможность, я могу сказать, что будет отслеживаться вот по трек-номеру. То есть, если эта опция ставится, то тогда есть возможность и будет у нас сейчас с вами поле для того, чтобы указать трек-номер. Ну, и если все-таки доставка с оплатой при получении, то вот, видите, опять же ставится вот этот вложочек. Ну, и вот, видите, у меня тут есть такой условный договор с транспортной компанией. Вот сам договор с транспортной компанией, он, как видите, выглядит практически так же, как и договор с покупателем. Ну, если мы с вами регистрируем факт доставки сторонней организации, в частности, транспортной компанией, очень симпатично выглядит поведение программы. То есть, я сейчас собираюсь сделать реализацию по какому-то условному договору, но все-таки вместо самовывоза, я говорю, способ доставки. Автоматизировали, видите, какую часть. То есть, я могу сразу же согласиться, что мне надо добавить услугу по доставке. Услугу по доставке. Программа подтягивает мне адрес по доставке. Я могу его посмотреть на карте без всяких проблем. Я могу указать какой-то там трек-номер. Но самое главное, обратите внимание, вот она, закладка услуги, где программа мне уже, собственно говоря, добавила номенклатуру доставка. Тоже великолепная вещь. И сейчас, одну секунду, я хотя бы две пары рукавиц-то все-таки продам. Возьму за это, например, я не знаю, 250 рублей. Я думаю, этого вполне нам с вами хватит. Вот. Так. Сейчас. Сейчас. Пусть будет основная. Ап. Склад. И посмотрим сейчас. Так. Увлеклась номенклатурой, которой у меня нет на складе. Простите. Вот это вот я точно не корысти ради. Например, там какой-то кабель. Пускай будет 2 метра по 500 рублей. Это будет очень такой хороший кабель. Почти. Вот. Потому что хотелось бы показать. Вот такую вещь, обратите внимание. То есть программа автоматически делает проводочку по 76 счету по доставке. Видите, оплата принята курьером транспортной компании. То есть вот такая симпатичная возможность в настоящий момент появилась в программе. И это действительно важно, подчеркиваю, для того, чтобы опять же корректно был установлен вид договора. Ну, все-таки, возвращаясь именно к договорам. Именно к договорам. В частности, в частности, вот опять же, как я уже говорила, мы на вот этих двух наших курсах по бухгалтерии. И вот первый уровень, да, с нуля, и второй расширенный. Мы обговариваем варианты разные, в том числе, в том числе. И, конечно, речь идет о комиссии. Ведь в программе вот эта часть великолепнейшим образом работает. Никто нас с вами не ограничивает. И, соответственно, я могу взять товар на комиссию. И, опять же, здесь очень многое будет зависеть от того, как я заведу сведения по договору. Здесь вот тоже достаточно наглядный момент. Я так считаю, вот смотрите, если я сейчас буду регистрировать именно договор комиссии. В данном случае вы обратили внимание, что для того, чтобы показать, я выбрала вид документа товара и услуги комиссии. Я товара и услуги комиссия. Вот у меня пока, видите, такая вот милая реакция программы. Ну, возьму, пускай будет все тот же гермес. Суть от этого не меняется. Важно здесь другое. То бишь, если я приобретаю, беру что-то для последующей продажи, то я, соответственно, и выберу вид договора с комитентом принципа на продажу. И вот здесь вот уже дополнительные поля появляются, которые в дальнейшем, в дальнейшем я буду использовать, отчитываясь перед комитентом. И это, опять же, облегчит мое существование. Потому что, видите, у меня появляется возможность указать данные непосредственно по комиссионному вознаграждению. Ну, я не знаю, там. Вот. Если расчет идет, вот я могу сказать, что у меня организация выступает в качестве платежного агента. Вот. И что очень, опять же, удобно сделано, что очень удобно сделано, это, конечно же, конечно же, вот то, что я укажу в договоре комиссия. Давайте я сейчас что-нибудь, какие-нибудь там двигатели возьму. Пускай будут счетчики. Опять же, влечет за собой очень четкую реакцию программы. В частности, в частности, вот у меня есть там некий условный электросчетчик, который я приобретаю по договору комиссии. Обратите внимание, как только я сказала, что это договор непосредственно с комитентом принципалом, у меня ушли лишние закладки. То есть, если я сейчас интересу ради верну договор с поставщиком, вот они, видите, услуги дополнительные. Вот. И если я говорю, что это все-таки договор с комитентом, у меня уходят лишние закладки, у меня остается информация, что счет фактора не требуется. Собственно, оно так и есть, потому что, вот видите, я поменял договор на договор с поставщиком. Опять же, реакция программы абсолютно четкая. То есть, получается, что это влияет не только на заполнение текущих документов, но ведь в случае с комиссией, здесь еще, что очень важно, в программе четко не делается лишних регистров, когда мы отражаем операции по продаже комиссионного товара и, соответственно, когда мы отчитываемся перед комитентом. То есть, если я сейчас сделаю реализацию, а я, вот видите, развлекаюсь, пускай будет станкостроительный завод, и все-таки никаких основных договоров, причем вот кто ими пользуется, ведь услужливая 1С, когда она нам с вами делает основной договор, когда она нам делает основной договор, она же просто добавляет договор с незаполненными полями, да, вот видите, то есть без установленных сроков, то есть то, что введено заранее разработчикам по умолчанию, то, что может не отражать нашу конкретную ситуацию. Вот, ну так вот, давайте я сейчас что-нибудь продам, опять же, часть, ой, нет, этот перебор с ценой получился, извиняюсь, и продам я их чуть-чуть поменьше, вот, да, и плюс еще давайте-ка я сразу же, сразу же получу от них деньги, чтобы мне было удобнее показать, вот таким вот образом, ведь если речь, так, сейчас, секунду, а я там один купила, нет, 10, все правильно, а это у меня, так, извините, поторопилась, первый-то документ провести-то каждый сможет, 9-го, и реализация у нас, так, один, извините, ну так вот, значит, если я буду потом делать отчет комитенту, если я буду делать отчет комитенту, то, опять же, мне программа, программа будет заполнять документ, уже опираясь на то, что было мною указано в договоре, что, ну, услугу, извините, я доставку-то выбрала на автомате, вот, то есть программа, видите, подтянула мне из договора уже и процент вознаграждения, при этом, естественно, я могу это, если возникнет необходимость, подправить руками, и посмотрите, здесь предусмотрена возможность заполнения по договору, да, или по реализованным по договору, опять же, то есть, вот, насколько хотелось бы подчеркнуть, работа с договорами, работа с договорами облегчает наше с вами существование. Исходя вот из этих соображений, все-таки, все-таки возвращаюсь к своему первому утверждению, что в работе не стоит использовать вот безликую формулировку, которую предлагает 1С. Сейчас зачастую, когда, сейчас я вот покажу прям на примере нового, по минимуму, когда мы регистрируем какую-либо закупку, вот, видите, еще первому, без договора, без договора, сейчас покажу реакцию программы, но пускай будут эти все те же рукавицы, это не принципиально сейчас. А просто хотелось бы, чтобы вы это увидели. То есть, если я проведу документ, вот, видите, что она делает? Ведь у нас с вами, фактически, если мы сказали, что учет ведем по договорам, это поле является обязательным для заполнения. Только в работе с поставщиком программа ваяет безликий вот такой договорчик, это все равно с точки зрения программы объект договора. Видите? Вот, и по аналогии, по аналогии, если я буду делать реализацию, реализация, реакция программы будет та же самая. Вот, соответственно, мне нужно будет создать договор и его указать. Хотя, зачастую, вот, особенно, когда счета выписываешь, Одинеско прям вот предлагает основной договор. Я вас умоляю, Христа ради, мы работаем по договорам. Взаиморасчеты у нас строятся по договорам. У нас с вами и с покупателями, и с поставщиками есть акты сверки расчетов. И акты сверки расчетов могут вестись в том числе как по договорам, либо по отдельно взятому договору, либо, соответственно, вот, можно разбить по договорам, если у нас их с вами много. И хотелось бы, вот, я говорю, подытожить как раз вот наш разговор тем, что все-таки имеет смысл однозначно работать в программе по договорам и имеет смысл регистрировать договор в обязательном порядке. Вы же помните, что если договор не заключался, то мы можем, например, в качестве договора зарегистрировать счет, который был выставлен поставщиком. А вот когда мы выставляем счета покупателям, то здесь даже уже много лет как в Одинесске существует великолепная кнопочка. Это я имею в виду кнопку «Новый», где программа автоматически в качестве договора будет указывать сам счет. Ну, то есть, вот, собственно, то, что я хотела сегодня рассказать и показать. Да, и еще один момент, это, конечно же, когда мы с вами в справочнике контрагенты указываем, не просто договора, у нас есть возможность привязать счет расчета с контрагентом к договору. Вот, опять же, именно к договору, потому что, если я, неважно по каким причинам, я хочу контрагента с его договором... Так, сейчас, секундочку, вот у меня там был гермес, я его сейчас и возьму. Если я хочу контрагента с его договором учитывать на 76-м счете, значит, мне удобнее это прописать в отдельном регистре, вот то, что мы, например, делаем уже на расширенных возможностях, чтобы программа, программа потом автоматически мне это подставляла в документ. И, опять же, это идет привязка к договору, именно к договору. То есть, я тогда уже, опять же, экономлю время, экономлю время, хотя бы за счет этого, хотя бы за счет этого. Вот видите, у меня сейчас 60-й, она мне должна сейчас... Так, а у меня их там было несколько, извините, и я поторопилась, похоже. Да, с НДС, который... Вот, соответственно, вот, видите, она мне уже ставит 76-й счет. Пустячок-пустячком, но экономия времени в итоге у нас с вами в жизни колоссальная. И я считаю, еще огромнейший плюс, конечно же, заключается именно в том, что когда мы все это настраиваем, вот введение учета по договорам, это еще и в некотором роде защита от случайных ошибок, описок, которые могут быть у всех и всегда, от этого никто не застрахован. Так что вот такая вот у нас с вами сегодня постановка вопроса. Хотелось бы, чтобы что-то из показанного, рассказанного мной, да, вот пригодилось. Будет эта запись вебинара у нас на канале «Специалист» в Ютубе. То есть вот как-то так. Пожалуй, на этом я заканчиваю дозволенные речи. Речи.